Народный контроль 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 Мы обязательно вернемся, я расскажу, к чему это грозит, ликвидация санитарно-эпидемиологической службы. Но мне бы хотелось еще остановиться, рассказать о медицинской реформе. Потому что сейчас обсуждается везде законопроект о медицинской реформе. Из трибун кричат о том, что это солидарное медицинское страхование. Что оно подразумевает? Что непосредственно пациент вносит, платит за страхование, и непосредственно государство в каком количестве, когда оно заплатит. Для этого у всех вопрос. Вы представьте себе, что не дай бог, срочно человеку нужна будет операция. И он заплатит за себя страховой взнос, а государство еще не перечислило. Как? Куда ему обращаться? В Конституционный суд? Ведь этот законопроект, он непосредственно нарушает Конституцию, верховенство права. Ведь все законы должны не противоречить Конституции Украины. Конституции Украины, если мы откроем, о чем там говорится? Что бесплатное медицинское обслуживание. Чего в Украине мы не наблюдаем. Мы также в Украине наблюдаем о том, что закрываются ожоговые отделения. Что в реанимационных отделениях не хватает таких аппаратов искусственной, аппаратов искусственной почки, аппарата искусственного дыхания. Не хватает непосредственно кислородных установок. Это когда при том, что в стране идет война, что люди, которые участвуют в войне, им необходимо качественное медицинское обслуживание. То есть об этом правительство Украины не задумывается. Вы посмотрите, кто сейчас правит Украиной. Они же не украинцы. Это люди непосредственно других национальностей, других этнических групп. Как они могут думать и как они могут переживать за не их народ. Понятно, что эти все реформы приняты для депопуляции населения. Вы посмотрите, вы понаблюдаете, какая идет статистика снижения численности населения в Украине. Самая высокая в Европе. И хочу вам сказать, даже если сейчас они не делают, не проводится статистика по численности населения, то можно, как раньше это делалось, как делалось, это еще советская разведка делала, по покупке хлеба. На 20% за 2017 год снизилась покупка хлеба. То есть это говорит о том, что численность населения быстрыми темпами снижается. Это не те принципы, это не те реформы, с которыми выходили украинцы на Майдан. И также самое по поводу того, что вы задали в самом начале вопроса о ликвидации санитарно-эпидемиологической службы. К чему она приводит? Результат уже явен и виден. Есть показатели того, что вспышка батулизма. И есть уже зафиксированные случаи. Это и на Херсонщине, это и в Киеве, в Сумской области, и в Одессе, и в Винницкой области, и в Днепропетровской области. То есть это страшно, потому что к чему приводит батулизм? Мы понимаем, что это к смерти приводит, к смертному исходу. Вот. И как раз задачей санитарно-эпидемиологической службы это входило о том, чтобы проверять качество продуктов. Ведь батулизм, он развивается в рыбе, он развивается в консервации. То есть, соответственно, этому никто теперь уделять внимания не будет. Это страшно. Вот для сравнения, в Донецкой народной республике вот такая служба есть? Какие функции она выполняет? Конечно, у нас есть республиканская санитарно-эпидемиологическая служба. Непосредственно эта служба принимает участие в нашем проекте. Вы видели, как мы совместно с ними, сотрудниками этой службы, выходим в рейды и смотрим, чтобы все торговые точки обладали санитарными нормами, то есть, чтобы это было и товарное соседство соблюдалось, и было четкое понимание качества реализуемой продукции. То есть, мы этому уделяем особое внимание, чтобы у каждого продавца была медицинская книжка. То есть, потому что человек, который реализует особенно готовую продукцию, и мы не знаем состояние его здоровья, это может привести к распространению всяких страшных заболеваний, как туберкулез. Вот если по статистике в Украине сейчас 500 тысяч болеют туберкулезом, то есть, это высокий показатель. Это тоже непосредственно относится к функции санитарно-педагогической службы, чтобы она предотвращала, чтобы не было этого распространения данного заболевания. Ведь в обязательном порядке каждый работник должен проходить медосмотр. Да, и действительно, туберкулез — это такое заболевание, которое может каждого коснуться. И во всяком случае, насколько я понимаю, вот эта служба, она должна проводить хотя бы какую-то статистику развития болезней и количества болеющих. А вот в Донецкой Народной Республике зачем следит государственно-санитарно-эпидемиологическая служба? Что она может предпринять, если есть какие-то несоблюдения на местах? Вы не раз видели в рамках Народного контроля товарное соседство, то, о чем мы говорили. Чем занимается эта служба? Я хочу еще сказать большую благодарность всем сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы. Почему? Потому что они не только с нами принимают участие, но также они еще и обучают нас для того, чтобы мы могли все эти знания. Понятно, что для того, чтобы быть специалистом, они учатся в медицинских университетах. Это сложный и долгий процесс. Но какие-то базовые знания, они нам помогают, они нам дают для того, чтобы мы несли нашим людям, нашим предпринимателям, рассказывали, что такое товарное соседство. Для чего это важно, товарное соседство? Вот в двух словах вам просто скажу на примере. Вот если просроченный продукт лежит рядом со свежим продуктом, бактерии просроченного продукта могут заразить свежий продукт. То есть обязательно нужно соблюдать товарное соседство. Второй момент. Мясо нельзя хранить с рыбой. Рыбу нельзя хранить с овощами, с молочными продуктами. Очень важно, чтобы готовую продукцию накрывали. Это тоже ходит, потому что подошел покупатель, кашлянул на готовый продукт. Следующий пришел покупатель, взял его, купил. Эта служба может накладывать административные штрафы. Это раз. И второй момент. Они могут вообще полностью закрыть точку. То есть понятно, что если там были найдены нарушения, точка будет закрыта до устранения всех нарушений. Ну, насколько я понимаю, вот в Украине, опять же, обязанности вот этой государственной санитарно-эпидемиологической службы берет на себя, ну это вот по их словам, да, берет на себя Минздрав, Гоструда, Госпотребслужба. Как быстро эти службы заберут на себя вот эти вот обязанности? То есть вот этот переходный период должен быть в Украине или нет? И как вести себя в этот переходный период? Чем это грозит? Я вам так скажу, что в каждой службе есть свои специалисты, которые направлены на полномочия своей службы. Нельзя смешивать санитарно-эпидемиологическую службу с Гострудом. То есть это разные вещи и разные направления. Как они это все выстроят? Сколько там времени понадобится? И вы же понимаете, это же время, это уйдет время. А кто будет страдать? Вот снова страдать люди. Пока они там сделают очередную реформу, сделают очередные какие-то новые изменения, вот это пройдет время. Я считаю, что в любом случае всегда должен быть оставаться контроль на постоянном этапе. То есть я же говорю, что непосредственно в ходе нашей деятельности мы постоянно сталкиваемся с нарушениями. Они есть, к сожалению, присутствуют в нашей жизни, но радуют то, что их сейчас становится, есть тенденция все меньше и меньше. А если сейчас какого-то звена в системе не будет, то понятно, что будут негативные последствия. Структура будет хорошая. Которую мы сейчас уже наблюдаем. Вспышка батулизма это как раз именно показатель того, той реформы, которую они провели. Если бы работала санитарно-эпидемиологическая служба, я думаю, чтобы не было такого бы количества. Ну что ж, Екатерина, я благодарю вас за беседу. А нашему телезрителю я напоминаю, что в гостях у нас был депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова. Это была программа «Путь правды». Я ее ведущая Маргарита Миронюк. Не переключайте канал и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин